одна из самых таинственных книг двадцатого века которая называется смерти нет человек который написал эту книгу взял себе псевдоним а н голос ученых о боге душе и бессмертие ведь среди авторов богословских творений были не только простец и пустынники а и люди глубоко образованные даже философы обладавшие сведениями по всем отраслям знания и обладавшие ими в такой полноте которая нам теперешним интеллигентам и не снилось для примера укажем хоть на одного из них святой василий великий он изучал науки в знаменитой афинской школе привлекавший к себе в то время цвет ума и таланта изучил он ораторское искусство астрономию философию физику медицину естественной науки был красой и гордостью своих профессоров но все светские знания не могли насытить его ума искавшего нечто высшее небесного озарения и по окончании курса он отправился в те страны где жили христианские подвижники и где бы он мог вполне ознакомиться с истинно христианской наукой был в египте карфагене сирии и палестине там он нашел и духовное руководство и большое собрание богословских творений прилежно и долго изучал их возвратясь в афины он захотел увидеть своего любимого профессора который был язычником чтобы обратить его христианство что ему потом и удалось и тем заплатить ему за все доброе полученное от него долго искал его и наконец нашел у городской стены где по обычаю того времени профессор рассуждал с другими философами о каком-то важном предмете и никак не могли решить некий замысловатый вопрос набросил плащ на лицо святой василий прислушивается к спору потом оставаясь неузнанным вступает в разговор блестяще решает затруднявший всех вопрос и со своей стороны задает вопрос своему учителю все недоумевают кто бы мог так отвечать так возражать знаменитому философу а учитель говорит это или какой-либо бог или василий то есть он хотел сказать что святой василий имел разум превосходивший обычную человеческую мерку ума и в этом отношении приближался к богам и сочинение таких-то людей находятся в презрении неверующие гордо заявляют что разум не признает сверхчувственного мира потусторонней жизни но они забыли что мудрейший из смертных сократ сознавал что все что человек знает и что может знать ничто в сравнении с тем чего он не знает и не понимает и это признание сократа в немощи человеческого ума имеет всю силу убеждения потому что мудрец приобрел это сознание опытом целой жизни посвященной исканию истины до него философия занималась почти исключительно созерцанием внешней природы не обращая внимания на мир нравственной сократ открывает этот мир оставляет внешнюю природу в основании всей мудрости полагает самосознание и в глубине человеческой души находит свидетельство о боге он веровал бога единого невидимого творца и промыслителя мира бог по учению сократа есть устроитель и виновник всего он один мудр и пред его премудростью человеческая мудрость мало ценна и даже ничтожно язычнику воспитанному в своей чувственной религии трудно было возвыситься до идеи о боге невидимом да ты не видишь своей души говорил сократ которая однако господствует над твоим телом следовательно можешь сказать что в тебе нет и ума что все ты делаешь случайно ясно что душа царствует нашем теле но она невидима знай что невозможно видеть лицо бога довольна с тебя видеть дела его чтобы поклоняться им и чтить их тот кто устроил и объемлет весь мир в ком вся красота и благо созерцается в своих великих делах но не видим в своем домостроительстве подумай что и солнце которое кажется для всех видимым не позволяет однако же пристально смотреть на себя и если бы кто с наглостью устремил на него глаза потерял бы зрение такое божество обозражали сократу так высоко и величественно что не имеет никакой нужды в человеческом поклонении так что же отвечал мудрец чем выше то существо которое удостаивает тебя приносить ему поклонение тем усерднее ты его должен чтить бог хотя и не видим продолжал он печется о людях видит все в мире и все объемлет своим промышлением последнюю мысль сократ раскрывал с особенной силой любовью ты согласен говорил он что твой ум живя в твоем теле управляет им как хочет должен согласиться и на то что ум живущий во всем все устрояет так как ему угодно и твое око может простираться на много стадий а око божие будто и не может обнять все одним взором и твоя душа может обтекать мыслю и здешние места и страны египетские сицилийские неужели же божья мысль не в силах обнимать все существующее высокое мнение имеет сократ о человеческой душе возвышает ее над всем видимым и временным и вместо безотрадного и безжизненного бытия в царстве теней возвещает жизнь бессмертную и лучше настоящий в союзе с божеством благим не таковым каковы боги признаваемые языческой религией человеческая душа говорит он более чем все другое человеческое причастно божеству она видимо управляет телом хотя сама не видимо посему человек мыслящий не должен презирать невидимое но изучая его силу из действий чтить в душе божественное самопознание открыло сократу что душа по природе есть существо причастное божественному естеству предсмертные речи сократа проникнуты верой в бессмертие и во все благое божество хотя философ по привычке или по иной причине и говорит об этом божестве языком многобожника если бы я не думал что пойду к иным богам мудрым и благим и к отшедшим людям которые лучше здешних то конечно я был бы не прав равнодушно смотря на смерть но теперь знайте что я надеюсь увидеться с добрыми людьми хотя этого и не могу доказать решительно но что я предстану пред могущественными богами все благими будьте уверены это я могу доказать решительнее нежели что другое посему я не скорблю но уверен что умершие существуют и что добрым там гораздо лучше чем злым прочитанным легко опровергается ходячее мнение многих что будто ученые образованные люди не верят в бога и бессмертия души следя постепенно от древних веков до наших дней справедливы ли слова воинствующего атеизма что образование и ум отвергают веру в бога и потусторонний мир приведем сначала мнение другого язычника философа платона язычника говорим и быть может неверующие или маловерующие христиане устыдятся слово платона остается последним и заключительным словом древней философии и древнего мира о будущей жизни человека душа человека бессмертно говорит платон все ее надежды и стремления перенесены в другой мир истинный мудрец желает смерти как начала истинной жизни потустороннее предмет его созерцания всех его помыслов в том только мире открывается истинная сущность вещей здешний мир сам по себе не имеет никакой цены но имеет значение только по отношению к другому как его от образ подобия в этом заключается величие платонова учения возвышающего и устремляющего душу к свойственно есть свободе господству над всеми чувственными ограничениями из туманной дали веков звучат нам эти голоса на возьмем другие книги другое время прислушаемся голосу человека более близкого к нам по времени человек этот великий гетте вот его слова при мысли о смерти я совершенно спокоен потому что твердо убежден что наш дух есть существо природа которого остается неразрушимой и непрерывно вечно будет действовать он подобен солнцу которое заходит только для нашего земного сна а на самом деле никогда не заходит математик коней говорил я христианин я верую что иисус христос был бог сошедший на землю верую как тихо де брага коперник ньютон паскаль лебниц как все великие астрономы физики и математики во всем христианском вероучении я ничего не вижу что сбивало бы столку мою голову было бы ей вредно напротив без этого святого дара веры без знания о том на что мне надеется и что ожидает меня в будущем душа моя в неуверенности и беспокойстве металась бы от одной вещи к другой и эта тревога души и неуверенность в мыслях есть то что нередко производит отвращение к жизни и может в конце концов повести к самоубийству на наших глазах пишет французский историк тэн и на виду истории совершается превращение образованных людей и целых классов в зверей там где христианская вера забывается христианство это великая пара крыльев необходимое для того чтобы поднять человека выше его самого выше его пресмыкающейся жизни и его ограниченных кругозоров всегда и повсюду в течение 19 веков как скоро эти крылья слабеют или их разбивают общественная нравственность понижается религиозное обучение по моему говорит виктор гюго в настоящее время более необходимо чем когда-либо чем больше человек растет тем более он должен веровать несчастье и можно сказать главнейшее несчастье нашего времени составляет стремление все ограничить этой жизнью ставя для человека конечным пределом и целью земную материальную жизнь люди увеличивают свои бедствия отрицанием будущей жизни материализм говорит то что мы называем духом душою мыслью есть произведение мозга от свойства мозга зависит и свойства мысли душа есть функция телесного организма фок например говорит пусть покажут нам душу в таком случае мы можем сказать подобным вопросителям пусть покажут они нам свой ум так как под микроскопом нельзя рассмотреть никакого духа то будто бы его не существует и совсем но разве мир микроскопа и есть весь мир разве не существует привязанности верности сыновней любви дружбы среди людей никакой душевности и так далее только потому что она там со своим ножом не находит в человеческом теле никакого следа этих невещественных величин материализм исходит из чувственного восприятия и потому все что называется духом есть деятельность материи но оба эти положения только легкомысленные утверждения почему например преклонном возрасте часто даже при смерти когда мозг следовательно совершенно сморщен и уже начинает отказываться от исполнения своего назначения могут иметь место поразительнейшие проявления духа и последним словам умирающего предавалось во все времена особенно важное значение это наглядно показывает что душа не есть просто функция мозга конечно мозг есть орган мышления орудия духа но всякий инструмент требует играющего на нем иначе он будет ним хотя бы в его струнах и заключались все звуки материализм смешивает необходимые условия действительности с причиной и и материалистам можно напомнить глубокую мысль иннокентия архиепископа херсонского пользу мнения о бессмертии души если бы душа была одно с телом говорит он то болезни тела должны были бы отзываться на всех так называемых душевных способностях а мы видим часто что при совершенном изнеможении тела в крайних страданиях сохраняется некоторыми людьми совершенно ясное сознание и совершенно полное владычество над всеми муками телесными что думают о боге и о бессмертии души современные нам мыслители и ученые трудно было бы в отдельности пересказать то что они дали нам в опровержении ходячего мнения будто наука отрицает и бога и вечную жизнь лучше расскажем о результатах анкеты по вопросу о бессмертии с которой томпсон из чикаго обратился к ученым и мыслителям всех стран в том числе и россии в начале настоящего века двадцатого века ответы размерами от нескольких строк до больших трактатов были собраны в большую книгу под названием доказательства пользу загробной жизни собрание мнений некоторых выдающихся ученых и мыслителей о будущей жизни из 47 ответов подавляющим большинством голосов 39 против 6 даны положительные ответы при том основательно мотивированные чего совершенно нельзя сказать об отрицательных ответах двух и уклончивых четырех двумя же не дано никакого определенного ответа среди этих 39 ученых встречаются имена высокого ранга как химик крукс психолог джемс психофизик реше биолог олис и другие